Друзья, вы спрашивали, как путешествовать в эпоху коронавируса. Рассказываю. Перед путешествием нужно сдать тест на коронавирус. Для этого заходим на сайт Роспотребнадзора, находим список аккредитованных лабораторий, те, которые делают тест на коронавирус, находим одну из этих лабораторий у вас в городе и просто звоним туда и записываемся на прием. Важно записаться заранее, так как может быть очередь и просто не попадете, либо будете стоять в очереди. Второе. По ценам. Цены варьируются от полутора тысяч до двух с половиной тысяч. Все зависит от срочности. Срок выполнения теста от пяти часов до двух дней. Так, что у нас еще дальше? Сам тест. Сам тест состоит из двух мазков. Первый мазок это мы засовываем себе палочку в нос. Кстати, когда я засовывал себе палочку в нос, я засунул ее себе не тем концом. Девушка, которая принимала тест, постаралась не рассмеяться, сказала, что нужно другим концом засовывать. Я тщательно помазал еще и другой конец обе нозы и отдал ей полностью измазанную палочку. Она, ничуть не смутившись, засунула это в кювету. Вот. Второй мазок состоит из анализа с горла. Соответственно, вы засовываете себе палочку в горло, мажете гланды и отдаете также ей эту палочку. Она также засовывает это в еще один пластиковый контейнер и отправляет на анализ. Важно перед анализом отправить паспортные данные российского паспорта и загранпаспорта, либо принести их с собой и потом проверить, как у вас будет записано в тесте на коронавирус. Важно, чтобы паспортные данные загранпаспорта и в тесте, естественно, в бумаге с результатами теста, естественно, соблюдали. И важно еще, чтобы был QR-код на тесте, по которому иностранная компания, то есть принимающая в аэропорту, могли проверить в единой базе данных ваш тест. Вот так выглядит тест на коронавирус. Он на русском и на английском языке. Здесь прописывается возраст, код, какие-то внутренние номенклатуры, но главное, что interpretive information included approved federal consumer. Так, а где написано, что его нету? Давайте посмотрим. Вот здесь у нас написано. Вот на русском языке так бумага выглядит. Сейчас посмотрим. Категория взять. А где же написано, что он... А я даже не... А, вот результат, не обнаружено. Вот здесь написано, результат, не обнаружено, значит, и здесь... А, result. Not detective. Вот это самое главное, что вам нужно посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА